МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока вражеские ракеты разрушают украинские города, художники и музыканты пытаются сохранить наше культурное наследие. Те события, которые вся наша страна с ужасом проснулась 24 февраля, и они коснулись точно так же и не только, а и работников музеев, выставочных залов, театров, всю культуру. Культура живет, культура работает, культура делает все для того, чтобы наша страна победила. Александр Юнин – директор Киевского музея-мастерской Ивана Кавалерица. Он остается на своем рабочем месте с первых дней войны. В музее сейчас хранится множество картин, эвакуированных из Чернигово, а также работы с международного фестиваля «Малюй Юэй». Несколько лет мы организовываем международный художественный фестиваль «Малюй Юэй», в котором задействованы 24 страны с 5 континентов. Этот фестиваль был для детей и юношества, там возраст 5-25 лет, и возможно было представлять на конкурс вообще любые работы, главное, чтобы это была авторская идея. С началом войны организатор и директор этого фестиваля Татьяна Колесниченко приняла решение создать спецпроект под названием «Малюй Юэй Уар». Все работы посвящены теме войны. И мы сделали специальные условия. Мы сняли ограничения с возраста, то есть здесь может принять участие любой человек в любом возрасте. На сегодняшний момент нижний предел у нас 3,5 года, а старший предел 62 года. Фестиваль стал площадкой, на которой можно делиться чувствами и художественными свидетельствами войны. Все, что нужно, это отправить фотографию своей работы на почту организаторов. Уже собрано более 200 работ из разных уголков мира. На сегодняшний день у нас 5 стран-участниц. Это Украина, Италия, Испания, Бельгия и Канада. География расширяется. Мы прямо во время войны организовываем выставки работ за рубежом. Уже сейчас отправлено 26 работ детей до 13 лет на выставку, на фестиваль в Южную Корею. И сейчас мы видим переговоры о выставках в Швейцарии, в Черногории и в других странах. Что самое важное, нет никаких ограничений в формате, материалах, размерах или технике. Всевозможная работа, это и графика, и масло, и скульптуры, и аппликации, и коллажи. В общем, в принципе, фантазии нет предела. Некоторые работы написаны, например, на стенах бомбоубежища. Именно стены бомбоубежища стали холстом для киевлянки Светланы Овчинниковой. Пока воздушная тревога, ты находишься там, стены дрожат от вибрации. Пока там находишься, надо куда-то себя притулить. Потому что я так вот вообще не могу сидеть, чтобы у меня ничем не были заняты руки. Поэтому Светлана взяла мелки и начала расписывать стены, где пряталась от ракет она и ее соседи. Рисовала какой-то женский образ. Просто люблю лица рисовать. Ну, получилось вроде как то ли Дева Мария, то ли там нынька Украина, то ли женщина, которая оплакивает или молится. Таким образом, женщина, как и другие участники фестиваля «Молюй Юэй Уор» делится с миром накопившимися эмоциями. Художественные доказательства русско-украинской войны увидит весь мир.